Вы смотрите телеканал Freedom, для вас работает команда и ведущая интермедиагрупп в студии Ирина Ясупова и Валерий Клименко. Мы продолжаем. И к нашему эфиру присоединяется Олег Саакян, политолог. Здравствуйте. Добрый день. Приветствую. Итак, с такой темы хотели бы начать. Лавров вчера в очередной раз пригрозил Западу ядерной войной. Была конференция в Москве и он дословно сказал, действия США и их союзников по НАТО в отношении Украины рискуют вылиться в прямое вооруженное столкновение с Россией. И вот по словам Лаврова, особое беспокойство вызывает тот факт, что три ядерных государства США, Великобритания и Франция входят в число главных спонсоров Украины. И вот Россия видит в этом серьезные риски, которые ведут к повышению уровня ядерной опасности. Как вы полагаете, что стоит вот за этими угрозами? Они все еще пытаются как-то сорвать отправку помощи от наших союзников? В данном случае это не направлено на срыв поставок вооружения. Тут все гораздо сложнее. На самом деле для них, поскольку поддержка Украины происходит на том уровне, который обоснован сейчас целым рядом интересов, аргументов. И ядерная тематика нам уже отыграна по многому на уровне тех стран, которые поставляют вооружение Украине. Другое дело, что это направлено на две аудитории, помимо внутренней. Внешне первое — это Соединенные Штаты, избирательная кампания там. Тренд изменился для России в неприятную сторону. И то, что было принято финансирование для Украины, это стало фактически переломным моментом. Ведь, с одной стороны, демократы на сей час уже заинтересованы в том, чтобы у Украины были некие победы. Как минимум не было сейчас ужасных картинок с украинского фронта, которые могли бы ударить по рейтингу Байдена. Соответственно, на сей час финишная прямая, когда Соединенные Штаты действительно заинтересованы помогать, исходя из позиций нынешней власти. Ну и у оппонентов, у Трампа достигнут потолок электоральный, ему необходимо довести нового избирателя до избирательных участков. А это единственный его потенциальный избиратель — это вчерашний избиратель Никигеля, которая хоть и выбыла избирательной кампанией, но успела во время своей активной агитационной деятельности очень громко и высоко поднять вопрос Украины. Она заняла очень категоричную позицию по поддержке Украины и хорошо аргументировала ее для своей аудитории. Пояснив среднестатистическому американцу, который выступал в поддержку ее, а это классические республиканицы непопулистского толка, что поддержка Украины в интересах населения Соединенных Штатов. И, соответственно, Трампу сейчас необходимо выигрывать этого избирателя, довести его до участков, то есть объяснить ему, что он является меньшим злом по отношению к Байдену. И, соответственно, он сейчас тоже занимает позицию достаточно проукраинскую, назовем ее так. Сначала это было заявление об непротиводействии принятию финансирования для Украины, а теперь мы видим, как он уже перехватывает инициативу и фактически выступает за поддержку Украины. И вот на этом фоне ядерная тематика, она может зайти в части избирателей в Соединенных Штатах, по мнению Кремля. Кремля, вероятнее всего, они ориентируются на часть, прежде всего, демократического лагеря, и, соответственно, таких либеральных и космополитически настроенных избирателей демократической партии. И туда вот ядерный страх, он частично резонирует. Я думаю, что именно туда направлено заявление, во-первых. А во-вторых, это глобальный юг на фоне саммита мира, который готовится украинского в Швейцарии. Россия таким образом пытается актуальзировать ядерный страх для целого ряда меньших государств, особенно из африканского, азийского континента, Латинской Америки. И, соответственно, таким образом торпедировать возможность получения еще нескольких стран-участниц для саммита. Это уже активные мероприятия по противодействию украинской стратегии внешнеполитической, по принуждению России к принятию правил игры справедливого мира, либо к созданию механизмов принуждения России к принятию их. Ну, в Москве продолжается истерика и по поводу субботнего голосования в Палате представителей США. И больше всего там возмущаются перспективы изъятия замороженных активов Центробанка. Это, напомню, почти 6 миллиардов долларов. Песков вчера собирал брифинг, назвал происходящее изломом всех основ экономической системы и заявил, что если такое решение примут, Москва сразу же оспорит его в судах и ответит еще и другими способами. Скажите, а как именно они могут ответить, да? И если вот дело дойдет до судов, как долго Россия сможет затягивать этот процесс? Ну, я думаю, что басманный суд даст им решение, которое они хотят, конечно. Могут потом обратиться в ГАГу. Там тоже давно ждут появления Путина и всей этой Клоаки. Собственно, подавая заявление, они могут как раз и предстать перед судом по инкриминированным им военным преступлениям. Поэтому, когда они говорят о подаче в суды, ну, это звучит жалко. Национальные, понятное дело, никто их не воспримет, российские в условиях тоталитарного режима про судебную систему вообще речи быть не может в России. И правосудие как таковое, они его убили на корню. А международные суды, ну, в данном случае Российская Федерация нарушила уже столько всего. И в данном случае это будет выглядеть крайне дивно. И даже аргументационную базу сложно найти для того, чтобы россиян не могли апеллировать к тому, что нарушены какие-то правила в данном случае. Если говорить об возможных симметричных шагах, то очень показательным было заявление Пескова, что Россия обязательно примет меры, неограниченные во времени относительно этого. Переводя на человеческий язык, это звучит так. Если вдруг или когда Байден купит себе виллу на где-нибудь в районе Сызрани, или в Геленджике, например, то её сразу же незамедлительно арестуют. Ну или если Трамп обзаведётся ранчо где-нибудь на реке Урал, либо Ака, то, конечно же, и его арестуют. Но пока у них нет этого ранчо, то Российская Федерация будет оставлять для себя возможность отреагировать на это безвременнее. То есть ирония в том, что Российской Федерации в реальности нечего противопоставить. Отдельные активы, которые ещё остаются западные, они, конечно же, могут попытаться арестовать, но это не поменяет уже позиции американского государства. Она чётко сформирована. И когда Россия говорит о нарушении любых экономических правил, то, напомню, сейчас по России летают самолёты Боинг, Аэрбас и другие, которым они не могут найти запчасти и каннибалят, собственно, разбирают одни самолёты, чтобы другие функционировали, которые не принадлежат России, которые были в лизинге, в аренде. Но Российская Федерация взяла их, конфисковала для российских компаний, тем самым фактически украла. И поэтому эти самолёты не могут вылетать за рамкой Российской Федерации, и поэтому они фактически летают только внутри, и для них запчасти не поставляются. Поэтому Россия на сегодняшний день самый масштабный вор и пользователь краденым. И, соответственно, в этих условиях говорить о том, что какие-то экономические законы и правила, и джентльменские подходы к ведению бизнеса международные нарушаются по отношению к России, и, естественно, вот таки это звучит как низкое понятие еврейская функция, по-моему, когда ребёнок, который убил своих родителей, такой из самых ярких примеров, ребёнок, который убил своих родителей, потом просит в суд его помиловать, так как он сирота. Вот это приблизительно сейчас про Российскую Федерацию, которая сама нарушила всё, что, возможно, занимается убийствами, насилием как физическим людей, так и насилием международного права и международного устройства, но при этом говорит о том, что её обижают. И, знаете, если вернуться, хотела ещё вернуться к голосованию в Палате представителей, там законопроект о помощи Украине набрал 311 голосов. Из них 210 голосов дали демократы, 101 голос — это республиканцы. При этом 112 республиканцев были против. И вот Fox News сообщает, что многие из них были недовольны тем, что в документе нет вот этого вопроса об укреплении южной границы Штатов. Много месяцев эта тема у них была во главе угла, мы с вами обсуждали. И вот теперь спикеру, Майку Джонсону, даже угрожают отставкой. Как вы полагаете, как теперь могут развиваться события? Ну, Джонсон вчера заявил, что он отставки не боится. Ну, во-первых, конечно, этот вопрос стены, он является самым главным сейчас избирательным в Соединенных Штатах. Как для демократов, так и для республиканцев. И в Украине, возможно, это не особо ощущается и в других странах. И нет тонкости понимания самой ситуации, почему же вопрос миграции настолько существенен. А на самом деле он является, скажем, проекцией сразу целого ряда конфликтов и идеологических противостояния для Соединенных Штатов. Начиная от ценностных, республиканцы выступают, условно, за Соединенные Штаты для граждан Соединенных Штатов и построение возможностей, рабочих мест и, в общем, всех благ фактически для тех, кто является гражданами Соединенных Штатов. И страна возможностей для своих. Демократы же всегда подходили с более космополитической позицией. Соединенные Штаты как страна возможностей для граждан со всего мира. И, соответственно, это более открытая миграционная политика, и они видят в этом достоинство и часть миссии Соединенных Штатов международной. И начиная от этого, заканчивая тем, что это приводит к тому, что и избиратели, конечно же, республиканцы заинтересованы в том, чтобы избирателям было количество определенное, скажем. А демократы заинтересованы в более открытых границах, потому что новые мигранты, новые граждане Соединенных Штатов, они пополняют собой в основном ряды избирателей демократической партии, благодаря которым они смогли попасть на территорию Соединенных Штатов. Поэтому это очень прикладное даже, начиная от идеологического и мировоззренческого, доходя до банальных прикладных вещей, из-за которых здесь очень остро стоит разлом между интересами республиканцев и демократов. В ряде штатов, особенно республиканских южных штатах, которые чувствуют на себе миграционные издержки большей мерой, соответственно, там этот вопрос еще острее. И для конкурсменов, и сенаторов, для американских парламентариев, проще говоря, с этих штатов, для них этот вопрос является троеугольным с точки зрения вопросов их избирателей. И, соответственно, они должны сейчас объяснить своим избирателям, вот как и почему так произошло. И, соответственно, то, что они не проголосовали, это для них интульгенция вернуться и сказать, что, конечно же, категорически были не согласны с тем, что вопрос стены, так называемой, миграции не решался. Поэтому сейчас то, что эти депутаты проголосовали, конгрессмены не за, а против, либо воздержались законопроекты о поддержке Украины, это не столько про неподдержку Украины, сколько про формирование для себя сейчас интульгенции на свои избирательные округа. Не забываем, что в разгаре фактически избирательная кампания в американский парламент, в обе палаты, прежде всего, в Конгресс. И, соответственно, сейчас как раз решается вопрос, кто будет получать номинации от своих партий. Номинация — это самое главное, поскольку если вы получили ее в республиканском штате от республиканской партии, то вероятность, что вы будете избраны ближе к 100%, абсолютно. И наоборот, демократически, так же самое для демократов. И, соответственно, это уже отголоски этой избирательной кампании. Что же относительно того, насколько это повлияет на отставку Эспейна Джонсона? Тут я достаточно скептически настроен. Во-первых, для того, чтобы отставить его, необходимо больше половины голосов. Сейчас представить себе, что демократы после этого приобщаться к части республиканцев в отставке Джонсона было бы, наверное, крайне удивительным, после того, как он действительно отыграл свою государственческую роль и выставил позицию, ту, которая одинаково не удовлетворяет и удовлетворяет, скажем, обе стороны нейтральную позицию относительно внешнеполитических интересов Соединенных Штатов и национальных, поставив их выше, нежели узкопартийные обоих партий. Ожидать здесь его отставки было бы сложно. Но если даже это будет инициировано, и если даже в силу каких-то договоренностей Джонсона отставят, я не думаю, что это сильно отразится на его карьерных возможностях, он даже может этим воспользоваться, поскольку снова-таки Конгресс перезбирается. И Джонсон прекрасно это понимает, и, соответственно, для него сейчас это ситуация высокой ноты, на которой, если его отставят, он будет несправедливо гоним за отстаивание государственного интереса. Вчера вечером стало известно, когда состоится очередная встреча в формате Рамштайн. Это пятница, 26 апреля. И пройдет встреча в формате видеоконференции. Как вы полагаете, чего нам ожидать по итогу? К пятнице уже Сенат США проголосует за пакет помощи Украине. Байден подпишет этот документ, он обещал. Сегодня стало известно о рекордной помощи от Великобритании. Что Рамштайн может к этому добавить? На Рамштайне будет обсуждаться, прежде всего, вопрос ППО. И он сейчас очень остро стоит. Также вопрос беспилотных систем, что крайне важно. И снаряды. Я не думаю, что этот Рамштайн станет чем-то прорывным. Мы можем увидеть, как между собой чередуются Рамштайны по формату. Один прорывной, достигается какая-то новация, чаще всего качественного уровня. Либо управленческая новация, переход от отдельных систем до юнитов, так называемых. Либо переход до расширения количества вооружения, номенклатуры. Либо какое-то вооружение, которое качественно изменяет ситуацию. Танки, ракеты, самолеты. А между ними проходят несколько заседаний Рамштайна, которые фактически идут вширь. Где больше вопросы количественные стоят, управленческие. И организации этих процессов, передачи. То есть это уже тогда, когда работают вширь, а не в высоту. Вот мне кажется, это заседание Рамштайна, оно не будет прорывным. Но оно очень важно количественными и такими рабочими механическими вопросами. И тем более, что оно будет происходить уже после того, как запустилась дискуссия о возможности перебирания инициативы в координации формата Рамштайн со стороны НАТО. И произойдет ли это или нет, пока неизвестно. Понятная идея, что это как план Б рассматривается на случай, если Соединенные Штаты категорически зациклятся на собственной избирательной кампании в своем внутреннем процессе после завершения выборов и не смогут быть активным лидером в международной коалиции поддержки Украины в силу своих внутренних проблем. Но, тем не менее, я думаю, что сейчас уже НАТО будет чуть более расширять свое присутствие и, по сути, вникать в дела. Вот с точки зрения этого, это заседание Рамштайна будет интересным. Вот вы сказали, что вопрос ПВО будет одним из ключевых. Вчера появилась такая информация, что члены ЕС и НАТО давят на Грецию и Испанию, требуя предоставить Украине системы ПВО. И об этом сообщает Financial Times. У них была статья. Я процитирую даже. Мы все знаем, у кого такие системы есть. Мы все знаем, где они находятся. И мы все знаем, кому они действительно нужны. И издание отмечает, что после призыва Украины усилить ее ПВО только Германия объявила о поставке пока одной системы Patriot. И уже в ближайшее время мы должны ее получить. Как вы прокомментируете вот эту публикацию и от кого еще мы можем получить такие системы? Я думаю, что сама публикация является элементом публичного давления с тем, что это выставляется в публичное пространство. Мы же понимаем прекрасно, что такие публикации не происходят просто так. И журналистам обычно сливают информацию. Чаще всего, когда это согласовано, это является элементом некой большей стратегической коммуникации. И тем более, когда мы говорим о таких изданиях и таком уровне источниках. Поэтому в данном случае я бы рассматривал это как элемент уже публичного давления. Судя по всему, за закрытыми дверьми не все так хорошо двигается. Испания и Греция — это страны, у которых, прежде всего, Греция, есть на вооружении еще советского производства и российского производства системы противовоздушной обороны. Я думаю, что прежде всего речь идет о них. И, соответственно, эти страны рассматриваются как потенциальные доноры дополнительных систем для Украины для того, чтобы снять часть напряжения с систем Патриот, с САМПТИ, то есть разгрузить, распределить больше возможностей украинской системы противовоздушной обороны, диверсифицированно, сбивать российские цели. По Греции и Испании ситуация электоральная достаточно сложная. В Греции еще сложнее даже, чем в Испании. Испания, кстати, является достаточно последовательным донором для Украины вооружения, и тут все достаточно хорошо. Поэтому на сегодняшний день для меня элементы публичного не до конца понятны. Что же, в чем же действительно проблема? Может быть, в Испании действительно есть какие-то военные потребности, скажем, которые не до закрыты, либо идут жесткие переговоры относительно того, что должно быть поставлено на замен. В случае Греции там публичная ситуация достаточно сложная. Мы имеем абсолютную поддержку греческого правительства и значительной части греческих элит и интеллигенции. Но при этом поддержка в обществе далеко не столь однозначна. Даже можно сказать, что пророссийские настроения, они количественно берут гор над проукраинским, либо прозападным настроением, поскольку, к сожалению, мы там склеены в этих двух понятиях. Очень часто Россия использует антиевропейские, антиамериканские настроения для того, чтобы их конвертировать в пророссийские. Греция — это классическая страна. Присутствие российской активности очень серьезной и медийной, и олигархической, и политической, и экономической. Очень много процессов завязано на греческий флот. В Греции очень сильную роль отыгрывают собственники судов, которые, понятно, заинтересованы в торговле и очень часто вели эту торговлю с российскими компаниями по всему миру. Соответственно, тут ситуация сложна тем, что дополнительное давление извне на греческое правительство, оно на сегодняшний день может, наоборот, даже создать дополнительные проблемы для того, чтобы это решение могло пройти либо в пакете с какими-то другими и не вызвать серьезное усиление позиций оппонентов внутреннеполитических, либо может вызвать, наоборот, активизацию этих оппонентов и дать им еще больше дивиденды политических, в случае, если греческое правительство на этот шаг пойдет. Ну да, и в Греции, видите, они хотят и гарантии безопасности от США в вопросе Турции, да, они хотят, если поставят эти системы, они хотят полной компенсации за них. Это, конечно, все будет обсуждаться, и это много времени на это уйдет. Надо понимать, извините, я закончу уже тему, добавлю. Надо понимать, что у Греции действительно незаконченный вопрос противостояния с Турцией. Оно не имеет своей милитарной формы, но вопрос Кипра, он очень остро лежит между Грецией и Турцией, и есть целый ряд территориальных споров за острова, которые идут вдоль побережья Турецкого, и которые относятся к Греции. И, соответственно, у них постоянно не проходит недели, чтобы турецкие самолеты не залетали на территорию Греции, вглубь не провоцировали, чтобы турецкие корабли каждый год несколько раз, они блокируют определенные бухты и не дают выходить рыболовецким судам. Это постоянное напряжение, и Греция одна из тех стран, которые перевыполняют всегда показатели по финансированию обороны. Даже в самые худшие года, 2008-2010 годы кризисных в Греции, тем не менее армия снабжалась и резали все. Пенсии в три раза уменьшали, подели ограничения на снятие денег в банкоматах, но армия финансировалась. Поэтому этот вопрос очень острый всегда для греческого общества. И предоставление вооружения Украине прямо связано с тем, что они хотят иметь гарантии того, что они будут иметь. Либо лучше самолеты, либо дополнительные системы противовоздушной обороны. Нам очень важно в Украине отказываться от украиноцентричного глобуса и действительно идти в оттенке внутреннеполитических ситуаций в тех странах, о которых мы говорим и от которых мы ожидаем получить поддержки. Нам необходимо их же языком и через их же призму смотреть на ситуацию, чтобы найти правильные слова и правильные аргументы. Еще важную тему хотели с вами обсудить. На этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкин посетит Китай. Это будет двухдневный визит. И накануне он заявил, что Вашингтон готов ввести санкции против страны, если Пекин не откажется от поставок в Россию технологии двойного назначения. Но мы видим, что кровавый режим получает все, что ему нужно. От чипов до двигателей для крылатых ракет. И этот вопрос будет подниматься в первую очередь. А вот какой может быть реакция Китая на такие требования? Недавно там Лавров был. Путин в мае готовится туда приехать. Безусловно Китай будет выторговать для себя другие какие-то возможности. Не только кнут в виде санкций, но должен быть какой-то пряник. Вероятно, это может быть определение более широкого периметра для сотрудничества Китая в Европе и на американском рынке. И, соответственно, конвертация это в экономику. Тогда Китай может отказаться от части поставок, например, в Россию продуктов двойного назначения. Очень важно, что нет ни у украинской разведки, ни у западных разведок данных о том, чтобы Китай поставлял вооружение России готовы, либо оказывал ей военную поддержку, в отличие, например, от Северной Кореи или Ирана. Но при этом Китай, конечно же, не просто не блокирует Россию доступ к продукции двойного назначения. Ну и просто за счет эффекта масштаба Российская Федерация плотно заходит и скупает, например, полностью заказ на год у предприятия китайского. И часть китайского промышленного комплекса просто снабжает Россию напрямую, пока Украина пытается закупать отдельные комплектующие, небольшими партиями, разными структурами, поскольку, понятное дело, что украинское государство напрямую не имеет возможности зайти в Китай и договориться и закупить так, как Россия целыми предприятиями себе все. Поэтому, конечно, даже если Китай сейчас акцентирует внимание, что они не блокируют поступок от тех комплектующих ни России, ни Украины, то есть они в этом случае условно паритетны в обе стороны, то эффект масштаба, он создает диспаритетность, и Российская Федерация от этого усиливается значительно кратно больше, нежели Украина. Поэтому этот вопрос будет на повестке дня, безусловно. Китай готовит после этого визит в Европу, поэтому я думаю, что прежде всего будет идти речь об экономике, о будущих переговорах следующего года и об Тихоокеанском регионе. Ведь Китай фактически демонстрирует амбицию заходить на территорию НАТО, даже в Венгрии, усиление сотрудничества, в случае, если НАТО заходит в более серьезное присутствие в Тихоокеанский регион, то есть Япония, сотрудничество Северной Кореи, Австралия. И это все преддверии Вашингтонского саммита, где этот вопрос точно будет подниматься. Это продолжение предыдущих раундов переговоров. Это не первая поездка за последние несколько лет. Мы видели их целый ряд. И достаточно интенсивный диалог Соединенных Штатов и Китая вокруг безопасности экономики идет сейчас. Олег, буквально еще один вопрос. Такая тревожная информация сегодня появилась, что Северная Корея провела первые в истории тактические учения по нанесению условного ядерного контрудара. Об этом сообщило их Центральное телеграфное агентство. Отмечается, что основной целью маневров была демонстрация надежности и мощи ядерных сил КНДР. И вот в ходе этих учений проводилась стрельба снарядами с имитированной ядерной боеголовкой, которые, цитирую, точно поразили цель остров на расстоянии 352 километра. Мы помним, что в конце прошлого года Ким Чен Ын заявил, что страна должна ускорить подготовку к войне. И вот что они хотели показать вот этими учениями. Это постоянный обмен любезностями в кавычках на корейском полуострове. И понятное дело, что Северная Корея не имеет других механизмов на сегодняшний день для того, чтобы привлечь к себе внимание. Выбить для себя определенные преференции и возможности, кроме как шантаж ядерным оружием. Это является единственной их на сегодняшний день картой в руках. Они действительно готовятся к военному противостоянию. И вполне вероятно, что одну из точек глобальной войны, которая может сполохнуть и где действительно может произойти применение ядерного оружия, это будет корейский полуостров. Конвертируют ли это они еще и в свои отношения с Россией? Безусловно. Северная Корея демонстрирует то, что миропорядок является слабым и не идеспособным. Ровно так же самое, как и Российская Федерация. И поэтому на фоне Северной Кореи Россия даже выглядит чуть более цивилизованно, казалось бы, возможно, какому-то обывателю. Это такая себе ось, некоторые говорят, зла, хотя мне больше кажется, что правильнее называть это силами дестабилизации либо таким себе варварским интернационалом, поскольку у них очень много и различных интересов, но есть и общий интерес, и в частности они все выступают с реваншистскими позициями и против миропорядка, который был рожден в Горнилове Первой и Второй мировой войны, кровью прежде всего Второй мировой. Спасибо огромное, спасибо за ваши комментарии, за эту содержательную беседу. Всегда рады видеть в нашем эфире. И напомню зрителям, что Олег Саокян, политолог, был в эфире «Фридема». Благодарю.